Всем привет! Собственно, сегодняшняя наша тема это React, такая дорога просветлению, в общем-то, овервью, куда у нас движется React, но по всем по порядку. Давайте для начала я расскажу, кто я. Я работаю JavaScript-разработчиком в компании Altexsoft. Помимо этого я преподаю React на курсах JavaScript Ninja и до сих пор учусь в универе Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Ни для кого не секрет, что в современном мире фронтенда у нас есть три основных главных фреймворка, ну ладно, не фреймворка, а библиотеки или фреймворка. Это Angular, Vue и React. Давайте лучше посмотрим на статистику, то есть, чтобы узнать, какое у нас реальное соотношение сторон. В общем-то, для нас самая такая важная часть, на которую надо обращать внимание, это вот ярко-фиолетовые и ярко-желтые. То есть фиолетовые — это люди, которые до этого использовали и хотят продолжать использовать эту технологию, а желтые — это те, которым интересно попробовать эту штуку в будущем, потому что они про нее слышали. Если посмотреть на это, то у нас определенные лидеры — это React и Vue. И по факту наше противостояние превращается в какое-то такое противостояние. Давайте посмотрим на статистику. То есть, как говорил Марк Твен, есть три вида лжи — ложь, наглая ложь и статистика. Перейдем к ней. У нас есть такой график. Ну, так он, конечно, не очень информативен и вообще непонятно, о чем он. И мне на самом деле он напоминает картинку из «Маленького принца». Но так как наша конференция не про Python, не про PHP, то давайте все-таки просто добавим подписи к графику. На самом деле это график, это количество докладов, в названии или в описании которых упоминалось слово React. Это вот с сайта Framework Days за последние сколько? Четыре года получается. Согласитесь, такая довольно интересная тенденция, что в последнее время уже меньше разговаривает про React. И если немножечко сжать этот график и добавить на него многим знакомую кривую, то получится что-то такое. Для тех, кто не в курсе, эта кривая называется цикл хайпа. То есть у нас какая-то технология появляется. Все начинают про нее разговаривать, наступает пик завышенных ожиданий, когда все просто в восторге от этой технологии. Но через какое-то время все начинают понимать, что в общем-то все не так и круто. И попадаем в ущелье разочарования. Потом, конечно, нам предстоит плата продуктивности, но реально сейчас мы находимся именно здесь. То есть в общем-то отчасти React находится в упадке. Вот. Давайте посмотрим по частям, ну вообще декомпозируем наш React, посмотрим со всех сторон и начнем, собственно, с самой-самой основной части, с самой библиотеки. За что вообще все так любят React? За то, что это очень простая библиотека, в которой мы передаем пропсы, добавляем щепотку стейта и получаем virtual DOM на выходе. В общем-то все просто, все замечательно. Но, честно, не менее важной частью того, что вообще, не менее важной частью React является то, что он, несмотря на свою простоту, он все еще развивается. И вот, как по мне, за последнее время релизы React 16-го это вот одна из самых таких крупных изменений вообще в экосистеме React. То есть помните ли вы хоть раз какой-то вот такой прям много-много новых фич, что-то, какие-то обновления, что-то такое? Лично я нет. Сейчас у нас что? У нас вышел 16.0 на React, в котором появились вот такие фичи, как React Fragment, Portals, Error Boundaries, Fibers. Многие из вас наверняка про это уже слышали, так как React 16.0 вышел, сколько там, месяца 4 назад. Но на самом деле давайте сейчас поговорим не совсем про это. Про это уже все наверняка много раз слышали, виден ли на конференциях и прочее. React сейчас стремится в так называемую to fall into the pit of success. Так что нам в скором времени грозят еще некоторые интересные изменения вообще в React. И давайте посмотрим лучше на них. Что у нас, во-первых, появляется? Сначала у нас в ближайшей неделе может появиться контекст API. Опять-таки некоторые могли про это уже слышать, но все-таки я упомяну, расскажу, что это такое, какие вообще нововведения он нам пригносит и как это выглядит. То есть у нас появляется специальная функция, которая называется createContext, которая позволяет нам, собственно, взять и создать контекст. Дальше, получив из этого контекста, собственно, функцию, мы можем, используя этот темп-контекст, использовать компонент под названием Provider. Завернув в Provider все ваше приложение, вы имеете доступ к контексту, на самом деле не обязательно все приложение, вы можете завернуть только маленькую его часть, вы имеете доступ к этому самому контексту. Ну и, собственно, передаете в него какое-то value. Дальше, дальше. Этот Provider можно каким-то образом использовать. То есть таким образом у нас появляется еще и consumer. То есть что-то, что будет этот самый контекст вытягивать. Тут, собственно, надо обратить еще на одну штуку внимание. Это так называемый RenderProp. Тоже такая одна из хайповых в последнее время подходов. То есть не то, чтобы это что-то реально новое. Кто-то это называл RenderChildren. Но реально вот сейчас в последнее время идет тенденция, что люди предпочитают использовать RenderProp и не использовать High Order Components, потому что они плюс-минус взаимозаменяемые. Что у нас еще поменялось? Давайте вспомним всем уже наверняка приевшуюся картинку, про которую все спрашивают на каждом собеседовании на реактор-разработчика. Это, собственно, life cycle реакта. И тут обычно надо много запоминать, постоянно про что-то забывается. И, например, поднимите руку, кто за последний, допустим, месяц использовал component wheel update или component wheel mount. На удивление много. Честно, вот я за полгода проекта, на котором я прямо сейчас работаю, ну, не знаю, по-моему, у меня ни одного использования вообще на проекте. И, в общем-то, реактовцы подумали точно так же и сказали, а нафига они нам? Давайте мы их выпили. Поэтому в ближайшее время… Ну, то есть сейчас это еще не вышло. Это будет в 16.03 реакте. Ну, и, там, не знаю, месяц назад Дэн Абрамов писал, что через неделю он выйдет. Поэтому в ближайшем времени вот это вот уберется. Ну, вернее, даже совсем так. 16.03 не будет выпиливать это полностью, поэтому в 16.03 не будет, как они, breaking changes. И реально выпилятся они уже в 17.03. Но начиная с 16.03 уже можно будет использовать новые подходы и вообще всячески переходить под новую версию, мигрировать. Что еще сделала команда React? Они сказали, что component will receive props, это, ну, не то… Его неправильно используют. Это не то, что нам нужно. Потому что чаще всего component will receive props используется для того, чтобы на основании предыдущих пропсов взять и обновить state. Действительно, в большинстве случаев вы пишете именно так. А раз так, то давайте мы просто не будем использовать component will receive props и заменим его на статический метод, который называется get derived state from props. Это статический метод, то есть он будет создаваться один раз на ваш класс, который позволяет вернуть новое состояние, полагаясь на props или state. То есть то, что вы обычно пишете в component will receive props, окажется в функции, которая не зависит от ZIS, легко тестируется, ну и все привычные плюшки, когда ZIS нет. Также в 16.03 появится так называемый street mode. Это такая помогашка вам для миграции, которая скажет, что… Ну то есть вам… Сейчас, вот так это выглядит. Это специальный компонент, в который вы можете завернуть все ваше приложение. И дальше, если вы будете использовать внутри component will receive props или что-то из вот этих вот выпиленных life cycle методов, он будет на вас ругаться. То есть выглядит это будет как-то так. То есть он будет говорить, что вот, например, вы используете unsafe life cycle метод в strict mode, пожалуйста, вот не используйте component will mount, используйте component did mount. Что дальше? Дальше у нас есть файбер. Про файбер тоже наверняка многие слышали. Это то, на чем, собственно, сейчас основан реакт, который очень сильно, ну, улучшил его производительность. И на основании реакта у нас появились новые плюшки. Одна из этих самых новых плюшек – это так называемый async mode. Кто слышал вообще, что это такое? Ага, ну, ты тоже подсадной. Так вот, у нас есть, так, будет, все еще будет, это будущее, но пока еще ближайшее будущее. У нас появятся async-компоненты. Это тоже unstable синтаксис, он может поменяться потом. Но, опять-таки, выглядит это как-то так. То есть вы заворачиваете ваши компоненты в async-компонент, и что будет, если вы используете async-компонент и не используете. То есть, если посмотреть на то, когда вы используете обычный синхронный, то есть не используя async-компоненты, обратите внимание особенно на спиннер. Когда вы пытаетесь перерендерить ваше приложение, которое рендерится синхронно, оно блокируется рендерингом, из-за этого спиннеры и, в принципе, любые анимации начинают лагать. И поэтому в реакте подумали, что не очень так это как-то удобно, производительно и красиво, и поэтому изобрели вот этот самый async-подход, который в реальной жизни будет выглядеть как-то так. То есть сейчас обратите внимание, что когда компоненты перерендериваются, спиннер замечательно себя чувствует, компоненты перерендериваются последовательно, то есть при этом они не блокируют друг друга. Вопросы будут в конце, давайте все-таки. Окей, вроде бы с самой библиотекой мы плюс-минус разобрались. Давайте посмотрим, что у нас вообще творится в экосистеме. В общем-то при слове экосистема первое, что приходит в голову, это само собой редакс. Это график, который отображает количество загрузок редакса в месяц. Он, пожалуй, не очень показателен, потому что он всегда будет стремиться вверх, поэтому давайте лучше посмотрим на график прироста загрузок. Если посмотреть внимательно, то на этом графике есть несколько резких проседаний. Два из них, в общем-то, понятны. Это Новый год. Честно, что происходило в апреле 2017 вообще, не знаю, может быть кто-то мне после доклада подскажет, что же там такого происходило, что все резко не взлюбили редакс. Но давайте посмотрим еще более показательный график. Это скользящее среднее по трем месяцам. То есть так мы немного сгладим эти пики и увидим еще более реальную картину, как вообще сообщество относится к редаксу. Если раньше народ как-то выходил после праздников и продолжал качать редакс, то сейчас это как-то не очень выравнивается и график все еще у нас в упадке. И действительно, даже вот Дэн Абрамов, который создатель редакса, он часто в своих твитах, в статьях говорит, что ребята, вам, возможно, даже и не нужен редакс, потому что у него есть довольно большое количество проблем, есть не так много ситуаций, когда он реально нужен. И давайте посмотрим хотя бы действительно, какие проблемы у редакса есть, и есть ли они вообще, может быть, это все-таки наговаривают на него, что ли. Во-первых, что? У нас есть редакс, и он очень многословен. То есть вам надо написать редьюсер, надо создать экшн-криэйтор, надо создать эти самые экшены. И даже используя подходы типа DAX, которые как-то это более-менее структурируют и систематизируют, но все равно очень многословно, очень много повторений. Окей, какие у нас проблемы вообще еще есть, в принципе, в реакте? Ну, наверное, главная боль любого реактор-разработчика – это формочки. Возможно, редакс поможет нам с ним? Ну, нет, все равно. Добавив редакс формы какие-нибудь, вы, по-моему, лично на мой вкус, проблем только становится больше. Потому что, особенно, когда мне приходилось мигрировать проект с пятых редакс форм на шестые, при этом они не мигрируются вообще официально, то есть можно только полностью это все заменить. Ну, в общем, проблем с этим было очень много, и все еще все сложно. Да, у нас появился там файнал форм, который, в общем-то, поинтереснее, чем редакс формы, он не привязан к редаксу, он вроде как только для… ну, и в принципе не привязан к реакту, но все равно, ну, не решает это проблемы. То есть редакс в этом случае нам тоже не подходит. Окей, что у нас дальше? Дальше у нас жуткая демократия вообще в том, как можно взаимодействовать с редаксом. Хотите – диспатчите экшены прямо из компонентов. Хотите – там, используйте редукс саги, хотите – используйте санки. можете взять вообще какой-нибудь RX Observables, по-моему. Я уже, честно, забыла, что за логотип. То есть такое, ну, какое-то такое обилие всяких инструментов, ну, как-то наводит на мысль, что, наверное, все-таки не так все гладко, раз все пытаются придумать какие-то еще странные инструменты. Более того, у редакса есть довольно большое количество различных альтернатив. То есть, наверное, самыми популярными альтернативами – это MobX и Cerebral. Ну, только наоборот, Cerebral и MobX. Кто-то более изощренный, кто-то, кто более пошел дальше, могли уже добраться до RX. И, в принципе, действительно, подход с RX обретает все больше и больше популярности. Например, это можно посмотреть на примере RX Recompose. Это библиотека, которая сейчас deprecated. Но deprecated она не потому, что она плохая, а потому, что ее залили в одну из самых популярных и важных библиотек, которая вообще есть в экосистеме React, в Recompose. То есть теперь RX Recompose является частью Recompose. Более того, например, один из докладчиков сегодняшних, Григорий Шехет, в прошлом году рассказывал про свою библиотеку Focal, которая как раз-таки написана на RX. Ну, вообще предназначена для связки RX и React. Окей, вроде бы на Redux поругались. Что будет дальше? А дальше перед вами слайд, который взят непосредственно из презентации Дэна Абрамова, которую сегодня тоже уже упоминал Илья. Это доклад Дэна Абрамова про будущее, собственно, совсем будущее React, это так называемый Fetcher API. И этот доклад был буквально 1 марта. То есть новость еще достаточно новая, возможно, кто-то про это и не слышал. И что у нас вообще есть? То есть у нас есть какой-то такой функциональный компонент, который говорит, что вот эта вот картинка, она будет подгружаться не сразу, а как-то постепенно. И раньше нам бы для этого понадобилось состояние. И сейчас у вас перед глазами, по сути, это такой первый функциональный компонент, функциональный реактивный компонент. И, ну, в общем-то, как это вообще все работает? Как предполагается, что это внутри будет работать? В общем-то, работает это благодаря тому, что у нас уже есть. Это async mode, error boundaries и, ну, немножко магического клея. Какой магический клей находится внутри? То есть в процессе рендеринга мы смотрим, есть ли у нас уже какие-то готовые данные. И если этих данных нет, тогда мы выкидываем promise. Да, то есть мы реально выкидываем promise, пишем там throw new promise. Ну, не обязательно new promise, это может быть какой-то конкретный там ваш запрос на сервер или еще что-то. И дальше, собственно, с помощью механизма error boundaries мы в реакте ловим этот promise и можем по резолву узнать, что именно нам надо обновить, что именно нам надо перерисовать. То есть это то, как это предполагается, что будет работать внутри. Ну, и как тоже часто говорит сам Дэн Абрамов во время своего доклада, что эта API, скорее всего, будет меняться, и у него могут быть какие-то свои проблемы. Но, в принципе, то есть это вот то, куда предполагается будет двигаться React. При этом, кстати, вот многие, я вот уже слышала несколько мнений по поводу этого Fetcher API, говорят, что все, React становится фреймворком. Ну, возможно, да, но мне, в принципе, нравится, как это выглядит и как это будет облегчать жизнь вообще разработчикам. К вопросу о разработчиках. Само собой, разработчики являются важной частью всей экосистемы, и без них ничего бы этого не было. Я сейчас говорю именно про разработчиков, которые пишут код, они создают сам React. И что у нас вообще есть для самих разработчиков непосредственно? Для этого у нас есть всеми любимая страничка, все ее миллиарды раз наверняка видели, кто хотя бы раз открывал Create React App. Поэтому, то есть, легкий способ взять, начать писать на React просто с нуля, не прилагая никаких усилий. А если вдруг по каким-то там, не знаю, идеологическим соображениям вы не используете Create React App, ну, хотя бы можно взять, не знаю, ESLint плагин React, который вам возьмет, если что, там где-то вовремя по рукам надает, ну, в общем, помогает писать код на React проще. Ну, не проще, правильнее. Дальше. Что у нас еще есть? У нас есть типизация. У нас, собственно, есть Flow, у нас есть TypeScript. И вот действительно в React, в общем-то, с типизацией все довольно неплохо. У меня на проекте Flow, Илья вон тут сегодня решил похайпить за TypeScript внезапно, хотя до этого именно он меня вдохновил на то, чтобы добавить в Flow свой проект. А если вернуться, вот, например, все к тому же View, которое я упоминала как противостояние, главного противника React, то опять-таки вот Evan View, который создатель View, не раз, ну, не раз, как минимум раз говорил о том, что одно из проблем его View, это то, что он не типизируется. Ну, типизируется, но очень плохо. Вот, поэтому в этом в React все достаточно хорошо. И я не знаю, возможно, вы, конечно, там сидите со своими коллегами где-нибудь на кухне, попивая пуэр, и рассуждаете про все то, что я сейчас рассказала, но реально в моих проектах мои коллеги чаще всего, ну, пишут не очень хороший код, они, может быть, где-то не читают про какие-то последние тенденции. И реально, реально, мы сейчас находимся здесь, а многие коллеги находятся все еще здесь. То есть они все еще считают, что хорошо писать вот в стиле там 2015 года. И это как-то, ну, честно, немножко демотивирует, когда пытаешься строить какой-то новый классный продукт на новых технологиях, развивать его вперед, а те говорят, да ладно, и так все в порядке. Поэтому, что бы я вообще такого посоветовала, не знаю, куда вообще двигаться вам, куда может попытаться подвинуть ваших коллег, что бы я начинала учить, изучать, на что смотреть. Собственно, у нас есть observables, это все тот же самый Rx, и, ну, действительно, довольно интересная концепция, там популярная, ну, хорошо прижилась в том же Angular 2, ну, втором плюс. Так что на observables, ну, хотя бы посмотреть, хотя бы знать про эту концепцию действительно надо. Дальше тоже вот то, что я упоминала, render props является одной из таких последних тенденций в замену хокам, ну, или, не знаю, в дополнение в каких-то местах. Тоже что-то, на что стоит посмотреть, потому что действительно и Core Team React часто использует уже именно этот подход. Вот. Дальше, что еще не стоит забывать? Не стоит забывать про error handling. У нас появился механизм error boundaries, который позволяет более как-то аккуратно и гибко следить за вашими ошибками в React. И, ну, FH API, на него, конечно, стоит посмотреть, но так как это действительно очень не конечная API, и она действительно будет сильно меняться, то есть за этим, да, за этим стоит следить. Но прямо сейчас вы это даже не сможете никаким образом использовать, потому что на самом деле FH API нету даже ни в каком ГИТе, это просто часть доклада Дэна Абрамова на конференции, то есть сейчас в это даже потыкать нельзя. Окей, но это все будущее, вот, ну, совсем будущее. То есть FH API обещает, что он в этом году выйдет, но, опять-таки, кто его знает, дедлайны постоянно смещаются. Что нам учить, если вот прямо сейчас, на что вообще обращать внимание? То есть если вы вдруг по каким-то причинам до сих пор не используете подход с хоками и с рекомпоузом, то, наверное, стоит хотя бы изучить для начала его, потому что рекомпоуз, ну, действительно, очень крутая штука, которая позволяет вам писать переиспользуемый гибкий код, используя хоки, ну, и вообще как-то нам действительно намного аккуратней. Ну, и при этом, несомненно, надо обратить внимание на то, а нужен ли вам редакс в ваших проектах? Потому что чаще всего редакс тащат куда ни по поди, потому что, ну, удобненько же. Но реально, реально, ситуаций, когда вам нужен редакс, не так на самом деле много. И поэтому, ну, задумывайтесь об этом перед началом проекта, не тащите все по привычке. И, в принципе, на этом все, что я хотела рассказать, поэтому если у вас есть вопросы, то задавайте, и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, только микрофончик. Да, вон, бегут. Спасибо, все классно, понятно. Только вот один вопрос. Все утверждают, там, реакс вам не нужен, редакс не нужен. А где хранить данные? Вот ты банально стучишься из вьюшки в растопишку какую-то. А где их хранить, если не в редаксе и не в каком-нибудь моббексе? Ну, опять-таки, я не отрицаю, что есть ситуации, когда вам редакс нужен. Ну, то есть, как по мне, очень классно, когда редакс нужен, это, например, когда у вас есть там отдельно веб сокеты, отдельно REST API, и вам надо это как-то смержить в одно место, там вот реально идеально заходит редакс. Но чаще всего, если вам не нужно какие-то данные, которые используются там, в общем-то, везде по вашему проекту, то тогда вам редакс не нужен. То есть, где-то вы можете использовать моббекс в альтернативу React, React, Redux. Где-то вы можете обойтись просто обычным стейтом React. Ну, то есть, тут уж действительно надо смотреть по конкретному проекту, но, в принципе, редакс реально не очень сильно нужен. Более того, можно почитать большое количество статей от того же Дэна Абрамова, когда он считает, что это вам не нужно. Это понятно, хорошо понимать, почему, но если хоть один такой приложение, которое вообще лазит на сервер в мире и не хранит в каком-нибудь storage management… Смотрите, есть данные, которые реально переиспользуются по всему приложению, например, User. Окей, вот это, ну, да, пожалуй, тот случай, когда вот это имеет смысл сувать React, но, опять-таки, если у вас на всем проекте единственная сущность, которая используется по всему проекту, ну, уж засуньте его куда-нибудь в там стейт апа или еще куда-нибудь, типа, чем засорять вот все ваше взаимодействие с React вот этим огромным количеством boilerplate кода, проще, ну, в одном месте где-то сохранить уже в глобальном стейте условном. Окей, ну, да, я, в общем, понял. Примерно так же самое, думаю, спасибо. Здравствуйте. Вот вы говорите, что Redux не всегда нужно использовать. Есть альтернативы, например, MobX, RxJS. Вот какие есть спрос и конс использования Redux, RxJS, MobX? То есть где что лучше использовать? Как вы считаете? Ну, тут, честно говоря, сложный вопрос, потому что, как по мне, это больше дело вкуса, ну, и немножко дело хайпа, что ли. То есть сейчас больше народ идет в Rx, в observable и в такую вот такую концепцию observable. Кому-то привычнее все-таки обычный подход с редакцией. Ну, то есть я не знаю, у меня нет конкретного хорошего ответа, вот когда конкретно использовать что из этого. Ну, то есть не знаю. Окей, спасибо.